Спонсор выпуска – компания OkFit.ru Ставили эксперимент на здоровье, и некоторые проигрывали эту битву. И кто-то терял здоровье, а кто-то и жизнь. Посмотрите на меня, мне 35 лет, я выгляжу гораздо старше. Как бодибилдинг влияет на здоровье? Одни считают, что занятия в тренажерном зале совместно с правильным питанием оздоравливают организм, делают его физически крепким. Другие же считают, что занятие бодибилдингом не совсем полезно для здоровья. В этом выпуске мы спросили у таких атлетов, как Кай Грин, Фил Хит, Шон Роден, Райан Терри, Александр Кадзоев, Станислав Линдовер, Константин Бубликов. А что они думают по этому поводу? Вы тоже не оставайтесь в стороне и напишите свое мнение в комментариях. А теперь самое время перейти к ответам наших спортсменов. Я думаю, что бодибилдинг оздоравливает. По крайней мере, пока вы делаете все правильно. Грамотно питайтесь и грамотно тренируйтесь. Разумеется, если вы будете тренироваться неправильно, то травмируйтесь. И это не совсем здорово. Или вы можете только думать, что едите полезную пищу, а на самом деле питаетесь плохо. Например, продуктами с высоким содержанием холестерина, жира, особенно если это насыщенные жирные кислоты, трансжиры. Все это определенно ухудшает здоровье. Иногда люди принимают некачественные пищевые добавки или не изучают, из чего они состоят. Таким образом, недостаток знаний может привести к тому, что бодибилдинг становится вредным. Чем больше ваше стремление изучать бодибилдинг, тем легче вам будет избежать этих ловушек и сохранить здоровье. У бодибилдинга, как вида спорта, есть дурная слава, что он вредит здоровью. Но по мере того, как люди знакомятся с ним, появляются новые номинации, как Мэнс Физик. Появляется все больше доступной информации. Общество начинает понимать, что это полезный, оздоровительный спорт. И это не просто какое-то быстрое средство, это образ жизни. Если вы занимаетесь им определенное время, то ведете более здоровую жизнь. Так что я думаю, бодибилдинг – очень полезная вещь, и я люблю им заниматься. Бодибилдинг и здоровье, связано ли это? Любой вид спорта, несмотря на каком вы уровне, хоть это будет бег, легкоатлетика, если вы на высоком уровне, чтобы много здоровья дало, ну вряд ли. Почему? Потому что конкуренция сильная, приходится быть всегда в форме, мало отдыхаешь, мало в отпуск ездишь. И не всегда это бывает. Даже посмотрите на меня, мне 35 лет, я выгляжу гораздо старше, и вот вам здоровье, как говорится. Ну а так, если вы занимаетесь там для себя, фитнес, дома, чтобы хорошо выглядеть, конечно, вы будете лучше выглядеть, дольше проживете, и самое главное, вы качественно проживете. Бодибилдинг и здоровье. Смотря на каком бодибилдинге мы говорим. Если мы говорим о профессиональном соревновательном бодибилдинге, то профессиональный бодибилдинг не равно здоровью, причем очень сильно не равно здоровью, так как для того, чтобы выставить такую форму рельефную и на пределе, организм и работает тоже на пределе, а это большой достаточно износ, и потом нужно восстанавливаться обязательно. А если мы говорим о бодибилдинге как о физкультуре, то есть когда человек просто ходит там четыре раза в день и качается, то вот это уже очень полезно для здоровья. Это как раз-таки укрепит ваш позвоночник, и метаболизм разгонит, то есть и выглядеть будете хорошо. Но когда спортсмен тренируется по пять часов в день, да, и это очень такие изматывающие нагрузки, конечно, это не очень здорово и здорово. Бодибилдинг и здоровье. Является ли он полезным для здоровья? Многие люди скажут, что нет. В какой-то степени, наверное, если вы посмотрите на бодибилдеров, достигших экстремальных размеров, мы становимся очень массивными, тяжелыми, у нас много жира. Чтобы просушиться, мы жестко ограничиваем питание, и это доводится до экстремальных уровней. Пару дней можно сгонять в воду. Это тоже экстремальная нагрузка. Но нам нужно добиться идеальной формы, чтобы выступить лучше всех соперников. Те, кто не поднимается до таких высот, конечно, говорят, «Послушайте, это же вредно для здоровья». Но для нас это обычное дело. Все зависит от того, чего человек хочет достичь. Мы проходим через все эти трудности. Для кого-то это нездорово. А для нас норма. И мы чувствуем себя отлично. Мы просто знаем, что для победы необходимо делать определенные вещи. И когда мы этим занимаемся, то доводим все до предела. Вот почему мы становимся лучшими. Бодибилдинг и здоровье, на мой взгляд, очень тесно взаимосвязаны. Потому что здоровье говорит о способности тренироваться с определенным настроем и правильным целеполаганием, чтобы поддерживать и беречь свое тело, заботиться о его физическом, умственном, эмоциональном и духовном состоянии. Я считаю, что бодибилдинг, как увлечение, образ жизни, способствует личному развитию и учит управлять собой. Отвечая на ваш вопрос, да, именно по этим причинам. Однако как спорт, бодибилдинг – это нечто иное. Совсем иное. Атлет, который готовится к соревнованиям, как и в любом другом виде спорта, сосредоточен больше на своем результате, а не на здоровье. Он хочет добиться наилучшей формы, стремится показать предельный, экстремальный уровень подготовки. Так что выступающий атлет думает в первую очередь не о здоровье, а о том, чтобы стать лучшим, чтобы всех победить. Это иная цель. Она не совсем совпадает с целью поддерживать здоровье и тренироваться для этого. Но если брать бодибилдинг как образ жизни, он во многом совпадает с заботой о здоровье и правильным пониманием, что полезно для вас. А соревновательный бодибилдинг, как и другие виды спорта, фокусируется на выступлении, на результате. Тут главное то, что ты демонстрируешь. Так что здесь две разные цели. Бодибилдинг и здоровье. Если мы будем рассматривать бодибилдинг не как соревновательную дисциплину, а какой-то вид физической активности, то он, по идее, должен быть самым здоровым. Потому что есть знания, которые нам говорят о интенсивности нагрузки, о пульсовых зонах. У нас есть огромный перечень различных дополнительных пищевых добавок для улучшения и восстановления, и вообще способствующих нормализации функций организма при высоких физических нагрузках. Поэтому в теории это должен быть один из самых прогрессивных видов физической деятельности, направленных на оздоровление. Но на сегодняшний день то изобилие информации, которым пестрит интернет, оно служит не самую лучшую службу для пользователя. Потому что не про интенсивность, не про правильные методики тренировок, использование пищевых добавок, реальной информации найти затруднительно, мягко говоря. И это, конечно, вносит сумятицу. Поэтому, если мы говорим о простом, элементарном фитнесе, без каких-либо амбиций, то это синоним здоровья. Если мы говорим о серьезных планах, нацеленных на соревнования, это два антонима. Ну, объективно тут лукавить нечего. Очень многие в поисках различных кратчайших путей для достижения результата своего ставили эксперимент на здоровье. И некоторые проигрывали эту битву. И кто-то терял здоровье, а кто-то и жизнь. Поэтому, если мы говорим о фитнесе, о бодибилдинге, как о здоровом образе жизни, да, добро пожаловать вперед. Если вы выбрали себе карьеру соревновательного, соревнующегося спортсмена, нет. Это достаточно серьезное испытание для здоровья. И нужно понимать, что не всем оно по плечу. Даже обладая неплохой генетикой с точки зрения мышечного закрепления, отзывчивости, мышечной нагрузки, те экстремальные нагрузки на все органы и ткани, включая связочную суставную, сердечно-сосудистую систему, эндокринную систему, которую спортсмен испытывает во время подготовки, они запредельны. Так что бодибилдинг в формате фитнеса, да, бодибилдинг в формате соревновательной дисциплины, к сожалению, для здоровья не является полезным. Вот и подошел к концу наш выпуск. А что думаете по этому поводу вы? Мы ждем вашего комментария. Также не забывайте подписываться на канал Мышцы РФ. До встречи на канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова